Всем привет! Это обзор Лего и его аналогов от Калина Красный. Компания Лего анонсировала изображение новых наборов летней волны. Новинок много, поэтому новостной выпуск будет очень большой. Поехали! Первая серия Сити. Одна из самых старых серий и поэтому леговцы стараются каждый год ее разнообразить и привлечь новую аудиторию. Серия снова вернулась к фермерству и предстала в нам виде нескольких наборов. Набор 6334. Курятник. 101 деталь, цена 9 евро. Выйдет 1 июня. Простая постройка в виде курятника с шоколадными курицами. Именно такая у меня ассоциация. И яйцами, которые больше самих куриц. Плюсом идет квадроцикл с новыми функциями колес. 6345. Грузовик для доставки овощей. 310 деталей, цена 29 евро. Выйдет 1 июня. Продолжение серии грузовиков с продукцией. До этого у нас было мороженое, теперь очередь овощей и фруктов. Из интересного это грядка с различными растениями. Полезен для самоделок. 6346. Ферма с животными. 230 деталей, цена 49 евро. Выйдет 1 июня. Набор 4+. Тут решили особо не париться. И действительно очень интересный набор 2009 года. 7637 уменьшили до формата 4+. Мини амбар, мини трактор, мини тепличка и большое обилие домашней скотины. Прикольно, что овцы снимаются шерсть. Типа подстригли. Хотя парикмахер самому бы не мешало подстричься. 6347. Супермаркет. 404 детали, цена 59 евро. Выйдет 1 июня. Супермаркеты в той или иной степени в лего встречались. Разве что в мини версиях. Интересный набор в плане аксессуаров для самоделок. Ну и зачем покупать дорогого лего, когда есть неповторимый оригинал. Очередные лего поезда. 6337 пассажирский поезд. 764 детали и цена 127 евро. И 6336 товарный поезд. 1153 детали, цена 179 евро. Каждый год они перездают эти поезда. И лего-вцы определенно уже не знают, чем нас можно удивить. У товарного поезда меняется состав и логистический транспорт. Но все тоже кольцо с небольшим ответвлением. А у пассажирского тоже кольцо и небольшая станция. Единственное, они вернулись в кабине, состоящей в детали систем. До этого была целая литая деталь. На мой взгляд, лучше не стало. Подсерия Сити связана с каскадерами на машинах. И вот тут стало более-менее ясно, что это и для чего. На мой взгляд, это попытка компании лего увести аудиторию фанатов от Hot Wheels. Уж слишком похожи конструкции в этом полугодии. В первом нас встречают три новых турковых мотоцикла. Цена каждого 7 евро и выйдет он 1 июня. Ванна, Рестлер и Байкер. Хочу отметить, что фигурки в серии очень яркие и красочные. И новинки не исключение. Ванна Байк выглядит просто шикарно. Учитывая, что до этого отдельной детали ванны в лего не было, это великолепно. Следующие три набора однотипные. 60-342 трюковые испытания «Нападение акулы». 60-341 трюковые испытания «Нокдаун». И 60-340 трюковые испытания «Клинок». Цена у всех 16 евро. Дата выхода 1 июня. В целом они все похожи и представляют различные трюковые испытания для мотоцикла. Мотоцикл нужно будет разогнать и направить в центр постройки для того, чтобы он что-то сбил. Играбельно, но однотипно. Фигурки, как я говорил ранее, шикарные. Пират Байкер и девочка с новым шлемом с косичками радуют глаз. А вот это уже два интересных набора подсерии. 60-340 трюковые испытания «Сокрушительный шимпанзе». Количество деталей 226. Цена 54 евро. И 60-339. Двойная петля. Количество деталей 598. Цена 149 евро. Два очень похожих набора. С разницей в том, что в одном трамплин для разгона подлиннее, а в другом два маленьких кольца. И вот эти кольца лично мне напоминают Hot Wheels. Но может я и не прав. Очень интересно посмотреть, как на практике мотоциклы будут делать петлю. Купив несколько таких наборов, можно реально устроить свою гонку в стиле Hot Wheels. Набор интересный, разве что из-за своих деталей. Также примечательный трафарет огня. 60-313. Грузовик с аттракционом «Космические горки». 433 деталей. Выйдет 1 июня. И снова грузовик. Это уже классика. Грузовик и что-то. Обычно это какой-то транспорт. В этот раз выкрутились. Аттракцион. Смотрится интересно и компактно. И три новых набора. 60-353. Миссия по спасению диких животных. 60-354. Миссия по исследованию Марса. И 60-354. Детективное расследование водной полиции. Цена 29 евро. Наборы связаны с приложением. И представляют из себя транспортное средство с кучей разных деталей. Видимо для улучшения этого транспорта. Интересно. Но опять же из-за деталей. Серия Дисней предстала в виде трех наборов 4+. 10777. Кемпинг Микки и Мини. Количество деталей 103. Цена 19 евро. Дата выхода 1 июня. Небольшой автодом, состоящий из цельных деталей. Обновленные фигурки Микки и Мини под стать тематике. 10778. Микки, Мини и Гуфи на ярмарке. Количество деталей 184. Цена 29 евро. Основная постройка уж больно похожа на набор 4+, 10771. А так, небольшая ярмарка, небольшие фигурки для 4+, подойдет. 10780. Приключения Микки в замке. Количество деталей 215. Цена 49 евро. Выйдет 1 июня. Самый большой набор серии. Получился довольно интересным и красочным. Мини дракон, пооской и отличными фигурки. Костюм рыцера Микки выглядит забавным. Теперь самые интересные серии. Серия Крейтер представила сразу три новинки. 31131. Лапшичная в центре города. Количество деталей 569. Цена 44 евро. Дата выхода 1 июня. Классический модульник для создания своего города в виде домика. На первом этаже, в котором находится лапшичная. Не сильно чем-то привлекает, но тем не менее закрыть угол улицы можно. 31130. Миссия по поиску затонувших сокровищ. 522 детали. Я считаю, что это обычный набор серии Крейтер. Да, клево, что здесь есть две фигурки человека и скелета. Но подводная тематика пару часто у нас встречается в серии Крейтер. Интересный осьминог и альтернативные постройки. Батискав выглядит похожим из серии Сити. И просто шикарнейший набор. 311-132. Корабль викингов. Количество деталей 1192. Цена 119 евро. Дата выхода 1 июня. Ох и любят лего-вцы отдавать дань старым наборам серии Крейтер. Данный набор это прямая отсылка на наборы серии Лего Викингс. 7015 и 7018. Только в этом наборе вы можете на свой выбор собрать шикарную ладью и змея Мидгард Сорма, Волка Фенриса или же Хижину Викингов с мини-драконом. Любая из трех версий просто шикарна и очень проработана. Можно долго спорить и говорить, что наборы серии Викинг лучше. Но здесь немного другой формат и конкретно в нем лего-вцы справились. Что же говорить о фигурках в наборе. Чего только стоит девушка Викинга с новой прической. Я просто в нее влюбился. Майнкрафт показал наборы на летнее полугодие. 21184 Пекарня. Количество деталей 154. Цена 22 евро. Не могу сказать ничего об этом наборе. Ни хорошего, ни плохого. На мой взгляд проходной наборчик. Не думаю, что будет сильный спрос на него. Единственное, что не нравится, что на самом изображении набора коза в левом нижнем углу пропринтованная. А по факту нет. Хотя бы на рога принт нанесли что ли. 21185 Бастион Пеглинов. Количество деталей 300. Цена 34 евро. Второе появление брутальных пеглинов в Лего. Не совсем, конечно, похоже на развали на Бастиона. Можно было добавить чуть больше деталей. Ощущение, что просто пытались уложиться в общее количество деталей. Прикольно сделали адский нарост. Магмовый куб и первое появление страйдера в Лего. 21186 Ледяной замок. Количество деталей 499. Цена 49 евро. Тут уже интереснее. Небольшой замок, который можно перестроить на свое усмотрение. Из фигурок это скин Йетти. Или что это? А так в целом средний. Зомби и скелеты в выполнении коллекции. Ну и реально крутой флагман. Это набор 21188. Деревня Лам. Количество деталей 1252. Цена 129 евро. Вот тут да, респект. Это, во-первых, большая интересная постройка в виде ламы. Хотя лично мне по цветовой гамме напоминает пиньяту. И дома гаража. Вот почему-то только тут решили не поскупиться и сделать годноту. Наподобие деревни. Вообще серия Майнкрафт радует только из-за такой возможности построить что-то необыкновенно, как в игре, но только вживую. И самый сок. Ниндзяга нас порадовали интересным перезапуском. Я бы не сказал, что наборы прошлого полугодия не очень. Мне лично зашел дизайн коробок. Но тут есть на что посмотреть. И в самом маленьком наборе мы сразу видим обновление фигурок. Броня золотого дракона. Фигурка шикарная. Двухсоставные ноги из прозрачного цвета. Принты на руках и ногах. Но самое главное это новый шлем. И удачно примененные новые крылья дракона. Но только почему-то у Джея крылья желтого цвета на конце. Хотя у других нити соответствуют своему цвету. Лично мне такое обновление кажется сочным. Сам байк не сильно удивляет и чем-либо отличается от ранних версий. Разве что добавлена накладка на резину. 71-769. Драконий вездеход Коула. 384 детали. Цена 44 евро. Выйдет 1 июня. Вездеход Коула больше похож на багги. А не на вездеход. Который кстати мы уже где-то когда-то довидели. Из интересного деталь кабина оранжевого цвета. Коул с новыми принтами и старой маской. Хотя можно было попытаться придумать новую. И кайф броне золотого дракона. Я не говорю ничего про злодеев. Потому что они все однотипные с прозрачными деталями. 71-773. Багги Кая. Золотой дракон. 624 детали. Цена 84 евро. А вот это больше вездеход чем багги. Постройка неказистая. И больше похожа на носорога или жука-носорога в боевой позе. Но никак не на багги. Из мини фигурок у нас вернулась Скайлер. Обновленный Кай. Зейн в драконе броне. И однотипные злодеи. 71-770. Реактивный самолет Зейна. Золотой дракон. 258 деталей и цена 29 евро. Выдет 1 июня. Очередной Суперджет. Из мини фигурок заклинатель, который выглядит неплохо. Но предыдущая версия была лучше. Лучше бы крылья ему сделали уникальные. Обновленный по принтам Зейн. И все так же со старым шлемом. И колл в броне золотого дракона. 71-759. Драконий храм ниндзя. Количество деталей 161. И цена 39 евро. Набор 4+. За 161 деталь 40 евро. Как-то дорого. Непонятно вообще, почему он попал в эту волну наборов. Ощущение, что просто в летней волне не было наборов 4+. И нужно было его сделать. Поэтому допилили его на скорую руку. И вкинули. Обрубок дракона с радужными крыльями и мотоцикл. Простые постройки. Ну, вышло не очень. 71-771. Храм Кристального Короля. 703 детали и цена 79 евро. Слишком все как-то хаотично. Возможно, все из-за такого парящего эффекта. Который, кстати, хорошо выполнен. Камера для заключения из прозрачных деталей сделана парящей, благодаря цепям. Наконец-таки они это воплотили. Интересно получается. Вроде норм, а вроде непонятно. В наборе обновленный сет фигур главных героев. Ниндзя без элементов золотой брони. И новый Кристальный Король. 71-772. Кристальный Король. 729 детали и цена 59 евро. Выйдет 1 июня. Ну, как бы да, но как бы нет. Идея отличная. Как противостояние меху или дракону. Но в это исполнение, во-первых, лицо, а именно глаза. Можно было их сделать как-то пропринтованными, а не из деталей клыков. Задние крылья. Или это куриные отростки. Или что это вообще? И вот эти суставы. Я не уверен, что они будут хорошо работать в совокупе всего. Набор большой, игровой. Но мне кажется, он развалится. По фигуркам Ллойд, обновленная Харуми и снова повторяющиеся злые солдаты. И Кристальный Король без второй пары рук. 71-774. Ультра-дракон Ллойда. 989 деталей. Цена 139 евро. Выйдет 1 июня. Больше золотого цвета. Дракон выглядит внушающим. Но даже тут конструктивно такое ощущение, что мы где-то его уже раньше видели. Из доступных изображений видно, что он по возможности проработан. Из недостатков могу предположить, что сразу четыре головы будут так или иначе мешать друг другу. Ну и крылья. Наверное, более бы выигрышно смотрелось, если бы они были из ткани, чем из деталей. А так мне очень нравится данный дракон. По фигуркам. Ниндзя золотой брони. Ллойд в ультра-золотой броне. И одни и те же злодеи, в котором уже наборе. Ну и флагман был годя. 71-775. Робот Нии. Самурай Икс. 1003 детали. Цена 109 евро. Или же это улучшенный мега-супер ультра-робот 2002 года набора серии Креатор. 31-124. Совпадение? Не думаю. Ну уж слишком они чем-то похожи. Вообще Самурай Икс очень похож на Меха из Power Rangers. Немного непропорционален. Слишком массивные ноги и туловище, и худые руки, и маленькая голова. Непонятно зачем там мини-дракон, которого он легко снесет. По фигуркам у нас Джей в золотой броне, Ву и злодеи, которых Кристальный Король каким-то образом вернул. В целом набор интересный, и наверное все-таки лучше, чем набор предыдущих полугодий. Серия Marvel порадовалась сразу двумя интересными новинками. Набор 76217. Я есть Грут. 476 деталей и цена 49 евро. Выйдет 1 июня. Ребята в серии Marvel пытаются нагнать чисто полочных наборов, как и в Звездных войнах. Пока получается неплохо. Грут выглядит замечательно, пропорционально. Что очень важно. И детально. Наклейки и детали растительности отлично передают его древенистую структуру. Единственное, он вечно улыбается. И увидеть ночью такую улыбку не очень бы и хотелось. Стоило, наверное, сделать такой же рот, как и у Гругу. Там он открывается и закрывается. И отлично передает выражение лица. В наборе имеется та самая MP3-кассета для плеера. Выглядит очень лампово. И набор будет смотреться просто отлично на полке. 76-216. Мастерская Железного Человека. 496 деталей. Цена 89 долларов. Выйдет 1 июня. Это уже третья версия мастерской Железного Человека. До этого была версии 20-19 года. Примечательно, что данная версия посвящена второму сольному фильму Железного Человека. До этого выходил набор по первой части. Значит, мы должны ждать набор по третьей части? Сама постройка конструктивно отличается от предыдущих. Но я думаю, их можно будет легко соединить в целую уже большую мастерскую. Плюс голограммы, проекции и роботы-помощники. Также мини-суперкар Тони Старка. Весьма стильно смотрится. И обновленный каст мини-фигурок. Пепперпост перекочевал из набора 76-190. Аник Фьюри из набора 76-184. Старка мы также видели в наборе с очередным Холкбастером. Хлыст. Его первое появление в наборах Лего. Принты костюма хорошие и вполне похожи на оригинал. А вот лицо мне не понравилось. Не так Иван Ванков выглядел в фильме. Электрические хлысты выглядят просто отвратительно. Это просто цепи на руках. Неужели нельзя было добавить хотя бы рукоятку? Ну и новые марки, у которых новый шлем. Во-первых, непонятно, почему сюда засунули костюм 85-й и 23-й. Если набор по второму фильму Железного Человека, то по хронологии до этих костюмов еще далеко. Но, видимо, о мультивселенной известно слишком мало. Тем более, подсерия называется Сага Бесконечности. По поводу шлема. Многим он не понравился. Я же считаю, что это что-то среднее между первой версией и последней. Учитывая последнюю версию, эта версия все-таки лучше. Да и старая уже устарела. Нужно смотреть вживую. Но это, я считаю, неплохая альтернатива. В общем, Марвел меня порадовали. И два одиночных набора. Это брехец, и он замечательный. Мне нравится эта серия Лего. Это как фигурки Фанка Поп, только из деталей Лего. Идея сделать один общий набор с профессорами Хогвартса просто отличная. Фигуры выполнены хорошо и детально в своем масштабе. Думаю, фанаты серии Гарри Поттера оценят. И последняя новинка. Лего Арт. 31 206. Роллинг Стоунс. 1 998 деталей. Цена 149 долларов. Выйдет 1 июня. Это логотип группы Роллинг Стоунс. Ух, сколько же здесь красных деталей. И, к сожалению, все они не из гладких тайлов. Хотя что-то в этом есть. В такой рельефности. Сам логотип выполнен отлично. По мере возможности детали Лего. Думаю, такую вещь купят только ярые фанаты группы и Лего. Очень неожиданно, что компания Лего выкатила большой анонс новых изображений наборов. Все новинки, безусловно, интересны. И, я думаю, найдут своих покупателей. А какой набор вам понравился, пишите в комментариях. У меня на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok